Особое мнение на 101FM В эфире программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. Своё особое мнение высказывает исполнительный директор компании «Ажефинанс», гражданский активист, куратор проекта «Ленточные парки», «Малые реки Кирова», «Люльченко и Хлыновка», Константин Кропанев. Добрый день. Добрый день. Кость, давай прямо с этого и начнём. Со второй части твоей деятельности, с активистской деятельности. Про финансы, про экономику, про валюту сегодня поговорим. Про курсы обязательно, конечно. Это твоё поле абсолютно. Ты у нас здесь главный эксперт в этой студии по этому вопросу. Но начнём мы всё-таки с активистской деятельности. Честно говоря, я была очень удивлена, когда ты распространил в Фейсбуке сообщения о том, что в субботу, речь идёт о минувшей субботе, о 17 ноября, что в субботу состоится большой субботник, большое мероприятие на Солнечной, там, где есть запруда в истоке речки Люльченко. И я тебе тогда напрямую задавала вопрос, что это вы под зиму-то? Ну понятно, что, конечно, урбанистический форум, что народу было много, что люди вышли на местность, два дня работали, но ведь зима же. Какой субботник? Что вообще произошло? Объясни. Если честно, я был сам не готов к этому субботнику после урбанистического форума, чтобы продолжить какие-то проекты, потому что действительно форум, в нашем понимании, было событие для Кирова очень значимое. И вот не потерять связь с жителями, которые мы смогли вовлечь в свою секцию и привлечь к дискуссии, мы решили устроить встречу с активными жителями. И на этой встрече вдруг нежданно возникла такая нецетива провести субботник. Почему осенью? Потому что, во-первых, это действительно пруд, соответственно, это грязь, и, во-первых, осенью мы думали, что все подмерзнет, будет проще убрать. Во-вторых, по идее, осенью, весной убирают кустарник, то есть можно пилить кустарник. И, в-третьих, если не убрать осенью, то вся бы эта грязь с половодием попала бы в люльчинку и пошла вниз. То есть все логично? Ну все, да, все логично. Единственное, что у нас было на подготовку буквально 10 дней. Буквально 10 дней было на подготовку. Мы подключили социальные сети, мы подключили активистов, и, в принципе, все прошло прекрасно. То есть на каком-то этапе к нам подключилось территориальное управление, то есть администрация помогла нам. Ну, во-первых, она сама практически в полном составе Ленинское управление вышла к нам на субботник, пришли центры местной активности, они помогли не с техникой, то есть они помогли с контейнерами. И, в принципе, я считаю, что мероприятие прошло довольно на высоком уровне. Но надо сказать, что вот техническое такое слово «казенное мероприятие», наверное, к этому событию не подходит. Да, то есть мы хотели сделать, чтобы это был действительно праздник. Мы привезли генератор, подключили колонки, музыку, девушки сварили нам кашу, поставили чай в самоваре, то есть было здорово и было классно. То есть приехало довольно много людей. Более ста человек было. Да, то есть субботник проходил в течение трех часов, кто-то подходил, кто-то уходил. И в моем понимании где-то было вот треть, это были работники теруправления, треть это были местные жители, и треть это были активные жители из других районов, которым тоже эта инициатива понравилась. То есть там была девушка, которая приехала с Советска поучаствовать в этом мероприятии. Не просто из других районов Кирова, а вообще из других районов. Да, даже не просто из других районов Кирова, а совершенно, условно говоря, из другого города. Потому что не так часто происходят такие неформальные, не казенные мероприятия, где действительно можно расширить в том числе какие-то знакомства и познакомиться с людьми одних и тех же взглядов. И сначала как-то жители воспринимали это мероприятие довольно скептически, а потом, когда мы уже все устали и ели кашу, пили чай горячий с каркаде, а местные жители пытались работать, работать и работать. То есть они увидели, что что-то можно как бы сделать и реально втянулись. Что вы делали конкретно в этом месте? Мы убрали, во-первых, кустарник. То есть мы осветлили это место, потому что в последнее время это место очень сильно заросло и превратилось в некий бомжатник. И вот одним из таких аргументов от местных жителей, почему они не готовы участвовать в этом мероприятии, было то, что зачем мы будем делать ради алкоголиков? Зачем мы будем прибирать место для алкоголиков, которое они через какое-то определенное время опять загадят? Это очень известный аргумент. Да, это очень известный аргумент. Тем более местные жители, они делали обычный банальный субботник где-то года два назад, то есть они прибирали мусор. Мы подошли более кардинально. Мы убрали один развалившийся гараж, мы спилили практически весь кустарник, но оставили только крупногабаритные деревья, то есть мы это место осветлили. И, соответственно, сейчас уже там не так уютно употреблять спиртные напитки, потому что это все место просматриваемое. Я надеюсь, что все же ТИР управления сделает там какое-то освещение. И я думаю, что все же с каким-то образом оно пообщается с полицией, чтобы полиция вновь возобновила рейды вдоль той территории, чтобы так либо начать бороться с такой публикой, которая не умеет правильно отдыхать. О чем говорили в итоге, когда вы сидели, ели кашу, пили каркаде, о чем говорили все участники процесса? Как все происходило? Жаловались ли, требовали от ТИР управления? Обменивались ли контактами? Планировали? Что делали? Контактами мы, конечно, обменивались. Обменивались. Условно говоря, если приезжие из других районов, то они пытались познакомиться между собой, найти какие-то точки соприкосновения и как-то в будущем контактировать на каких-то похожих мероприятиях. Местные жители, увидев нашу инициативу, увидев возможности, потому что это действительно было масштабно. То есть у нас не менее 10 человек только работало с электропилами, с бензопилами. Мы там очень много мусора убрали. Причем свои принесли. Да, частично мы принесли свои, частично нам помогло ТИР управления. Мы собрали не менее 100 мешков мусора, то есть это огромнейший объем. И местные жители немножко, конечно, размечтались. То есть они уже начали себя рисовать, как это место. То есть они увидели это место, увидели красоту этого места и как это место может выглядеть, если еще туда вложить какие-то усилия или какие-то деньги. И сейчас самое главное, не потерять вот этот некий азарт, потому что так либо иначе это место хотят благоустроить уже несколько десятков лет. К этой идее, не я первый пришел к этой идее, к этой идее приходят с регулярностью в 3-4 года, но так либо иначе на каком-то этапе эта идея стопорится. И, конечно, сейчас мы взяли не то, что на себя некую ответственность, но все же попытку довести эту идею до какого-то логичного завершения. Надо здесь напомнить, что ты курируешь направления Малой реки Кирова, Хлыновка и Люльченко, Ленточные парки. И главы нашего города, и глава нашего региона, Игорь Васильев, постоянно сейчас, когда говорят о благоустроительных проектах и общественных инициативах о развитии города, все-таки этими терминами оперируют. Мы воспринимаем сейчас их высказывание о том, что они будут разрабатывать эти проекты, скорее все-таки настороженно или с верой в то, что это серьезный подход, а не просто некий популизм и работа на свои рейтинги? — Пока у нас есть возможности, пока мы увидим какую-то поддержку со стороны, опять же, городской администрации, областного правительства, естественно, мы будем эту работу продолжать. Место это, конечно, красивое, и Люльченко наше красивое, но так либо иначе на каждом этапе реки встречаются какие-то определенные проблемы. То есть это, опять же, высоковольтные линии вдоль речки, это теплотрассы, которые ограничивают доступ к реке. Но, опять же, если ничего не делать, то ничего и не изменится. То есть надо с чего-то начинать. Единственное, вот такая просьба или желание, все же хотелось бы создать какой-то некий совет инициативных жителей в том районе и действительно объединить усилия нас, активистов городских, с инициативными местными жителями. Еще кого-то втянуть, чтобы придать какой-то дополнительный импульс этому проекту, потому что это не одно место. То есть у меня уже есть планы по другому месту на следующий год и к реализации следующих планов мне надо будет в следующем году, опять же, быть готовым. Быть готовым. То есть начинать уже в этом году, готовить новое место и к субботникам, и к реализации проектов на реке Хроновки. Прервемся сейчас на полминуты. Еще одна важная составляющая подобных проектов, которые обязательно нужно обсудить, это участие бизнеса и где взять деньги. Особое мнение на 101FM Константин Кропенев, бизнесмен, финансист, городской активист у нас в студии. Мы подробно разбираем сейчас, это его особое мнение, мы подробно сейчас разбираем пример с расчисткой реки Люльченки, с субботником, который состоялся на минувшей неделе. Вот почему. Потому что это очень хорошо, что люди инициативу проявляют. Это очень хорошо, что вера, как ты сказал, возвращается в то, что люди могут жить не просто в коробках, построенных в глиняном поле, а все-таки реки будут благоустроены, парки будут появляться. Но вот ты сам сказал, многократно подчеркиваешь, что такие планы возникли не впервые, они возникают каждые 2-3 года на протяжении многих десятилетий. Что дает тебе уверенность в том, что вот эти усилия жителей местных могут изменить этот город? Что парки появятся, реки расчистятся? Ну, по крайней мере, входя в некую инициативную группу, Киров меняется. Я вижу, что текущая администрация города Кирова, она готова к контактам с активистами, готова воспринимать некие инициативы и готова помогать. То есть, и даже вот по примеру реки Хлыновка, проект уже идет, уже есть, Кировод-проект заканчивает подготовку проекта расчистки русла реки Хлыновки на протяжении 7 километров от Устья. И город потихонечку готовится благоустраивать 2 зоны вдоль реки Хлыновки. Это вдоль, опять же, между рекой Хлыновкой и Ежовским озером, и второй это сквер угол Ленина и Блюхера. То есть, там процесс определенно идет. Конечно, опять же, это произойдет не завтра. То есть, это 2020-2021 год. Но я думаю, что как раз это то время, когда можно грамотно подойти к реализации этого проекта, сделать какое-то интересное. То есть, этот проект по благоустройству реализовать более интересно, чем реализованы многие проекты благоустройства территории в городе Кирове на сегодняшний момент. Что значит интересно? То есть, во-первых, понять пожелания жителей, вовлечь их и сделать это примерно на том уровне, как сейчас происходит в этой же Казани. Когда привлекаются не только местные архитекторы, когда привлекаются урбанисты из других регионов, когда принимаются новейшие практики, новейшие технологии. И чтобы в это место хотелось приходить, чтобы там хотелось фотографироваться, чтобы там хотелось находиться. Вот скажи, пожалуйста, на субботнике, который был на прошлой неделе, были представители бизнеса, застройщики, управляющие компании, которые там находятся? Представители крупного бизнеса были. Но они были просто как активисты. То есть, условно говоря, мои знакомые, которых я позвал. То есть, это не были те люди, которые построили там дома, которые зарабатывают деньги на управление домами, которые зарабатывают деньги на уборке, например, дорог и прочего. Этих не было? Я, к сожалению, не со всеми успел познакомиться, потому что я все же так же принимал участие в субботнике, то есть и в том числе работал, а не ходил. Вопрос не праздный, безусловно, потому что мы переходим, судя по всему, из стадии «сделайте нам» и понимания, что никогда никто ничего не сделает. К стадии «мы хотим, у нас есть потребность, мы сами готовы участвовать, но все упирается для некоторых в деньги». Все ли упирается в деньги, и все-таки деньги нужны, и где их взять? Деньги, безусловно, конечно, нужны, но есть различные программы, в том числе программа городской комфортной среды. Я так понимаю, что сейчас меняются некие приоритеты. Если довольно большая часть денежных средств, поступающих в регион на реализацию этой программы, тратилась на приведение дворов в порядок, то теперь эти деньги будут в первую очередь распределяться на какие-то общественные пространства, на общественной территории. Я думаю, что, безусловно, к этому проекту, по крайней мере, про тот сквер на реке Люльченко, о котором я говорю, можно и привлечь и бизнес. То есть возможно. Я надеюсь, что такие люди найдутся. Мы, я думаю, что в самое ближайшее время начнем с ними переговоры, и я все же надеюсь, что они чем-то помогут. Сейчас, как раз сегодня, мы запустили в соцсетях ВКонтакте, в группе «Солнечная Люльченко» некий опрос для жителей, что же они хотят. Сделали анкету в Google Docs, и, в принципе, каждый желающий может зайти в группу «Солнечная Люльченко» ВКонтакте и высказать свои какие-то пожелания, что он хочет видеть, а также чем он сам лично готов помочь. Вот, Кость, я тебя знаю очень много лет. Очень много лет. Мы работали с тобой когда-то вместе в финансовой компании. Вот зачем тебе сейчас, человеку, который управляет миллионами активов, вот это все нужно, объясни. Вот твоя деятельность с благоустройством, вот твоя профессиональная деятельность не связана никак. Ты не строитель, не управляшка, не торговец. Почему? Ну, во-первых, мне действительно самому интересно. То есть мне интересно, смогу ли я, как обычный гражданин, житель города, что-то действительно изменить. И не то, что там поднять за собой граждан, но, по крайней мере, реализовать какие-то вот такие проекты в сфере благоустройства города. Потому что у нас, к сожалению, всего единственная жизнь дана нам, как бы, и все же так либо иначе вот какого-то свободного времени, то есть надо потратить не только там на зарабатывание денежных средств, но и на приведение в достойный вид той территории, которая нас окружает. Почему то место мы взяли? Ну, по большому счету, это просто начало реки Люльченко. То есть там она еще не такая грязная. То есть это как бы самое начало. Если мы там этот проект реализуем, то от него можно уже двигаться кусочками все ниже и ниже. Как у нас интересно идет. Хлыновка из Устья вверх по течению, а Люльченко наоборот. Немножко идем противоположными путями. А Люльченко наоборот. Спасибо. Давай вот эту тему сейчас временно закроем. Константин Кропанев, исполнительный директор компании АЖФинанс, городской активист у нас в гостях. И перейдем к следующему вопросу. Этот вопрос касается промышленного парка в Вятских Полянах. Большой выезд был в минувший вторник в промпарк в Вятских Полянах. Тогда выезжало правительство во главе, по-моему, с Чурином, если я не ошибаюсь. И огромное количество представителей СМИ. И ты знаешь, я тебе хочу сказать, что не только в пресс-релизе, который был упубликован, и я сейчас его процитирую, но и исходя из ощущений моих коллег, которыми мы делимся на улице и в коридорах, как съездили, что увидели, какие у вас ощущения, вот какой-то подъем наблюдается. Прямо мне коллеги из бизнес-новостей говорили, что, ты знаешь, мы так воодушевлены тем, что сейчас там происходит в парке в Вятских Полянах. Все площади заняты, и это подтверждает пресс-релиз правительства. И арендаторы просят еще. То есть вот сейчас запрос уже превышает предложение. А мы же помним историю промпарка в Вятских Полянах, построенного, опять же, в чистом поле, без инфраструктуры, несколько ангаров, которые все время туда пытались чего-то затянуть, кого-то затянуть, и ничего не получалось. Все было на грани закрытия. И надо сказать, что в этом году несколько промпарков закрылось, осталось меньше половины. Что ты скажешь о судьбе промпарков? Ты тоже вдохновлен? Если честно, то к этой идее промпарков я отношусь довольно-таки снисходительно. Тут можно подходить с разных сторон. И если подходить с той стороны, что нужно освоить федеральные деньги, то, в принципе, все сделано хорошо. То есть там получено порядка 700 миллионов рублей на реализацию проекта промпарков, плюс привлечено своих собственных, там порядка 250 миллионов. Вроде бы все хорошо. То есть кто-то заработал, кто-то там заработал на строительстве заводов, забора и цехов. То есть это какие-то деньги так либо иначе остались в регионе. Но с другой стороны, если посмотреть на эту историю, как на некий коммерческий проект, я не думаю, что там все так прекрасно, как нам рассказывают некоторые чиновники. Я все же стараюсь доверять больше не словам, а каким-то документам. Если, допустим, посмотреть отчет по промпарку в Ядских полянах за третий квартал 2018 года, буквально таки, так скажем, свежий, то есть на сегодняшний день, на конец третьего квартала 2018 года там было всего три резидента. Официально было три резидента. и было занято 83% площадей. И опять же надо понимать, что на промпарке в Ядских полянах было так либо иначе потрачено порядка 500 миллионов рублей. Если мы, конечно, отречемся, это вроде как бы государственные деньги, то потрачено и потрачено. Но если это мы как бы... Будем воспринимать как свои? Да, как Маргарет Тэтчер говорила, что нету никаких государственных денег, а есть наши как бы личные деньги. Деньги налогоплательщиков. Деньги налогоплательщиков, то есть совершенно по-другому на эту проблему смотришь. И, условно говоря, если это было потрачено 500 миллионов рублей, как минимум ежегодный выхлоп должен быть с этого промпарка в виде налогов в областной или федеральный бюджет, но не ниже 50-100 миллионов рублей. Но, насколько я понимаю, за 9 месяцев те три резидента налогов заплатили федеральный и местный бюджет всего там, условно говоря, там 7 с небольшим миллионов. То есть и так либо иначе получается, что, опять же, рассматривая как некий коммерческий проект, он по большому счету, ну, можно сказать, провальным. Конечно, там есть рост, есть какая-то динамика, но будем надеяться, что что-то как бы изменится. Тем более, действительно, в Язких Полянах это, наверное, наиболее удачная локация, потому что, помимо того, что данная территория имеет статус промпарка, еще сам город является моногородом, что тоже как бы дает бизнесу дополнительные налоговые льготы. Но другие территории, это же Слободино, я не знаю, чем заполнять, то есть как замотивировать людей, которые были бы готовы ездить и тратить час времени своего на дорогу туда и на дорогу обратно. В Киров. Это рядом с Кировом. Час от Кирова, не очень рядом. Но это час от Кирова. И я понимаю, что низкоквалифицированных рабочих можно где-то найти и ближе, но высококвалифицированных рабочих так далеко, и рабочие служащие вряд ли будут готовы так далеко туда ездить. Здесь обсуждалась в этой аудитории идея с промпарком Слободино на уровне просто идей в программе «Урбан». Когда нам заявляли власти о том, что благодаря политике прошлого руководства городского в городе не осталось совершенно свободного земельного пространства для грамотной планировки и строительства микрорайонов и социальных объектов, обсуждали территорию внутри Северного кольца. Это территория на берегу Вяткина, в возвышении, где старая промзона, и она тоже так разошлась по рукам, но по-прежнему представляет из себя непонятный набор старых зданий, где что-то где-то работает, а где-то просто стоят остовы. Почему бы не предложить, например, владельцам предприятий, которые там что-то производят, мелкие предприятия, например, какую-то безумно льготную историю в Слободино, высвободить эту территорию на Северном кольце и получить для города чистую землю, например, и чтобы все остались довольны. Вообще, в принципе, кто-то может подобные задачи в городе решать? Или это утопия вообще фантазии? Это не утопия. С одной стороны, я действительно согласен с тем, что якобы свободной земли нет. На каждый участок уже есть какой-то некий хозяин. Единственное, что невозможно не очень качественно пользоваться этой территорией, что она, скорее всего, находится в каком-то неком запустении. И опять же, тоже возникает некая проблема. Если придет, пока эта земля стоит копейки, но в то же время, как только появится некий интересант, вряд ли кто-то из владельцев этой земли будет готов задешево с ней расстаться. Но какая-то определенная работа идет. И опять же, это же пример завода «Красный инструментальщик», когда на базе бывшего предприятия сейчас возводится новый жилищный комплекс. То есть, таких объектов у нас потенциально интересных много. Это, опять же, рядом с вами станкостроительный завод. Но, насколько я понимаю, каким-то образом замотивировать их в Слободино переехать, это нереально. Это точно нереально. Но станкостроительный не работает завод. Там что-то немножко работает. Там точно не станки производятся, как мне кажется. Ну, не знаю. То есть, не знаю. Но, по крайней мере, он как бы работает. Но есть у нас завод «Маяк», там есть и другие предприятия, которые находятся в центре города. Внутри города. Конечно, по идее, они должны находиться где-то на окраинах. Но перевести крупно-промышленное предприятие за, так скажем, в другую, просто на другую локацию, где бы она ни находилась, это огромнейшее, огромнейшее вложение. Огромнейшее вложение. И, скорее всего, даже жилищное строительство на этом месте не побьет. Получается, то есть у нас, если говорить про жилищное строительство, вроде бы земли нет, но вот такое ощущение, что у нас много земли в центре города, оно просто выжидает. Оно выжидает, то есть оно куплено, и оно ждет в своей очереди. Потому что спрос ограничен, особенно на дорогое жилье, и нельзя сразу построить там 10 дорогих, условно говоря, высоток и продавать их. И поэтому потихонечку строительные фирмы там одно за другое как бы делают. Продают и осваивают новый кусочек. Прервемся на полминуты. Это особое мнение Константина Кропанева. У микрофона работает Светлана Занько. У нас реклама. Особое мнение на 101FM Продолжается программа «Особое мнение». И в Кирове и в Кирове это активная история обсуждается, а в других регионах ближайших это уже давно функционирует. И возможно бы вот некой структуре, опять же, аналогу корпорации развития Кировской области заняться не строительством промпарков, которые непонятно, когда окупятся, а может быть заняться более практичными вопросами и заняться вопросами урбанистики и сделать жизнь жителей не только города Кирова, жителей и муниципалитетов других более комфортно. И опять же, надо понимать, если будет жителям комфортно жить, то есть они останутся здесь, они будут на этой территории развивать свой бизнес, и это принесет возможно гораздо больше налогов и других выгод для бюджета Кирова, для бюджета области, чем какой-то некий некая площадка, которую называют промпарком. Это Константин Кропенев, его особое мнение мы выслушиваем. Ну что, мы подбираемся к концу года, сегодня 21 ноября, и в конце года принято взглянуть на год, минувший таким уже холодным взглядом, что происходило, и попытаться спрогнозировать, а что же произойдет, потому что обычно бывают какие-то турбулентности в финансовой сфере, в мировой финансовой сфере перед Новым годом. Что сейчас говорят специалисты, я вот вижу, что ведомости в разделе экономика напечатали большой материал, сейчас рождается новый мир, экономисты о рисках и возможностях ближайших лет. Простому человеку, может быть, не просто как раз разобраться в таких вещах, но ты умеешь излагать человеческим языком. Где мы сейчас находимся и куда мы идем, и есть ли у России свой собственный путь или все-таки нет, мы в общем мировом тренде. Давай с валюты начнем, с самого простого. Давай, наверное, начнем лучше издалека, с мировых неких циклов, так либо иначе, получается, что последний мировой финансовый кризис был ровно 10 лет назад, в 2008 году, большинство экономистов считают, что бизнес развивается циклично, и как раз где-то в ближайшее время должен начаться какой-то некий очередной кризис. И еще один? А мы сейчас где находимся? На подъеме, что ли? Мы находимся как раз на завершающей стадии экономического цикла, если мы говорим про глобальную, про мировую экономику. Единственное, что расходятся все во мнении, когда это начнется в этом году, в следующем году или через два года, но так либо иначе все чего-то ждут, все чего-то ждут, и пытаются самое главное как-то к этому приспособиться. Но как показывает история предыдущих циклов, никогда непонятно, откуда прилетит черный лебедь и где что порвется в мировой экономике. Тогда порвалось, что напомни, инвестиционный пузырь в Америке, девелоперский, ипотечный. Да, ипотечный кризис, который, так скажем, отразился очень сильно как на американской экономике, а так как американская экономика на тот момент была наиболее большой в мире, соответственно, на всей мировой экономике. Сейчас что может случиться, сложно сказать. Это может быть опять же какие-то торговые войны между Китаем и Америкой, это могут какие-то внутриамериканские проблемы, либо опять же обсуждается некая проблема с долговыми обязательствами, потому что последние, условно говоря, даже 20 лет мы жили в такой, ну мы-то как бы в России это не ожидали, но весь мир жил в такой ситуации, когда ставки на мировых, инфляция снижалась и ставки по облигациям, но по долгам тоже как бы снижались. И сейчас мы прошли нижнюю грань и по идее сейчас начнут расти проценты по кредитам. И последние несколько, ну условно десятилетия Центробанки пытались подтолкнуть экономику к росту за счет вливания денежных средств, а сейчас что федеральная резервная система уже приступила к тому, что она из экономики забирает дополнительные средства и Европейский Центральный Банк тоже стоит на грани того, чтобы лишнюю ликвидность достать из экономики. И к чему это приведет, по большому счету никто не знает, как одно из так скажем основных трендов это, во-первых, рост инфляции, но даже не в России, а в мире, и это, соответственно, рост стоимости кредитования денежных средств. Как это скажется на нас? Для нас это носит некий косвенный характер, потому что так как мы являемся все же очень маленькой экономикой, то есть для нашей российской экономики главная это цена на сырье. Как поведет себя цена на сырье, ну это в первую очередь нефть, газ, металлы, уголь, никто предугадать пока не сможет, потому что здесь есть предпосылки для того, чтобы цена на нефть пошла на 100 долларов за баррель, а есть и предпосылки, что цена на нефть может уйти ниже 40 долларов за баррель. Исходя из того, как это будет развиваться ситуация, так мы будем и жить, условно говоря. пока текущий курс за баррель нефти составляет на уровне 60 долларов за баррель, хотя еще буквально месяц назад нефть стоила 80 долларов за баррель, практически на 30 процентов дороже. Но даже 60 долларов за баррель это такая вполне благоприятная цена для России. И мы видим по собираемости налогов, мы видим, что по этому году у нас бюджет по России будет сверстан с профицитом. И если говорить локально про Россию, то у нас вроде бы не все таки плохо. Пока не все таки плохо. Если же говорить конкретно про перспективы доллара на ближайшую перспективу, я думаю, что если не будет никаких-то внешних серьезных воздействий, то до конца года мы будем колебаться в курсе 65-67 рублей за доллар. Нас в ноябре пугали очередными санкциями, но сенат заявил, что до конца года они не успевают чисто технически рассмотреть какие-то дополнительные санкции против России. Эта страшилка ушла на следующий год. И опять же, если хотите получить рекомендации, то получается, что если вы делаете долгосрочное накопление не на месяц, а все же на 2, на 3, на 5, на 10 лет, то естественно какую-то часть денежных средств, условно говоря, половину надо держать в иностранной валюте. Потому что, к сожалению, опять же повторяюсь, российская экономика очень маленькая и очень слабая, и любой всплеск какой-то негативный в мировой экономике очень может нехорошо отразиться в том числе и на нас, на России. Я читала, что российские банки стали повышать проценты по валютным складам. С чем это может быть связано? Это связано в первую очередь с тем, что растет и ставка ФРС, растет доходность по американским облигациям. Если раньше просто российским банкам некуда было размещать денежные средства под более высокую доходность, то сейчас такие инструменты появились. И в то же время так крупные российские банки пытаются остановить отток валютных вкладов, которое происходило последние два месяца на фоне ожидания американских санкций. С одной стороны это некий маркетинг, чтобы удержать вкладчиков, а с другой стороны это бизнес, потому что сейчас есть инструменты и вполне можно привлекать от населения деньги под 3% годовых, размещать их в другие валютные инструменты под 5-6% годовых. Даже под 4% годовых привлекают валютные вклады. Все-таки вот эта пугалка или это реальность, что мы находимся в стадии завершения и начала нового витка экономического развития, и этот виток начнется с очередного кризиса. Потому что такое ощущение, что мы после 2008 года из кризиса не только не уходили, а мы только углубляемся, углубляемся и углубляемся в него. Чего не скажешь про американскую экономику. Если мы говорим про Россию, то я тоже считаю, что как мы ушли в кризис в 2008 году, так мы это буквально 1-2% от общей мировой экономики. И хотим ли бы мы, не хотим, мы идем за какими-то глобальными трендами. А глобальная экономика, то есть глобальный бизнес, он все равно развивается циклично. То есть мы с этой позиции, где мы сейчас находимся, ухнем еще ниже. Как будет развиваться ситуация относительно России, по большому счету, никто не знает. К сожалению, да. С одной стороны, любое усложнение ситуации на мировых финансовых рынках может гораздо ухудшить ситуацию в России. Гораздо ухудшить ситуацию в России. С другой стороны, это может поддержать цены на нефть, и мы будем жить более-менее плохонько, но спокойненько. Плохонько, но спокойненько? Это мечта россиянина? Нет? К сожалению, других вариантов у нас нет. Понятно, это был Константин Кропенев, его особое мнение. Я надеюсь все-таки встретиться с тобой перед Новым Годом, чтобы получить какую-то более позитивную точку, поставить в конце особого мнения, потому что начали за здравие, прекрасно, что развивается гражданская активность, а заканчивая с грустной нотой, потому что совершенно не хочется, чтобы был еще один мировой кризис, который еще ниже опустил бы российскую экономику и так чахл в последние десятилетия. Но посмотрим, как будут развиваться события. Благодарю тебя за это особое мнение. У микрофона работала Светлана Занько. Всем хорошего дня. Хорошего дня. Особое мнение на 101FM Светлана Занько. Светлана Занько. Светлана Занько. Светлана Занько. Светлана Занько. Продолжение следует...